Всем привет! С вами Нильфгорн и это симулятор автомеханика, автомастерской, потому что это как-то все вместе здесь. То есть мы ремонтируем машины и игрушка обновляется, обновляются довольно-таки резво и добавляются новые автомобили. И в данный момент вот мы такой вот видим автомобиль. Название ничего нам не скажет, так же как и значок его, но вроде бы что-то на какую-то модель похоже. Они здесь именно таким образом и есть, то есть они как бы визуально похожи, но по названию нет. И здесь у нас задача такая, что здесь нужно, во-первых, потеря мощности, нужно найти часть, машина плохо управляется и замена кузовных деталей. И вот здесь я немножечко расстроился, потому что, как видите, дверь она целая, она просто немножечко ржавая. И так же капот, ну все практически детали, которые нужно заменить, они просто именно вот в таком вот виде, то есть мы просто их нужно будет как-то... Так, кстати, а вот... То есть именно как-то нужно будет с ними поработать. А вот обычный режим... А, то есть это я взял деталь и снял. А вот... А, это, наверное, обратно собирать, да? Ну да, то есть здесь где-то передняя фара, вроде бы нужно будет починить. То есть нужно найти детальки и давайте мы потеря мощности, может быть, на самом деле, из-за любой причины. Так что нужно, наверное, ее сначала прогнать, машинку, на нашем тестовом треке старой фабрики. Давайте, погнали. Каждый раз говорю, что... Мне не нравится, что она так долго грузится, потому что сейчас думаю, можно же смонтировать. Так что дальше будет уже с монтажом. Ну, только разгоняется резвенько так, и звук такой еще дерзкий такой. Я думаю, сразу... Ну, я надеюсь, сразу везем, так скажем, игры. То есть в моей автомастерской трек тестовый будет более как-нибудь продвинутый, наверное. Ну, я так думаю. Потому что будем как-то, да? Тестить машину будет на... Каком-то заброшенном заводе предприятия. Так, ну что же, у нас тут стремянка рессоры. 9% рублевая тяга, стойка стабилизатора передней типа А, 21%. То есть довольно-таки много очень поломано стойка стабилизатора передней, неразрезной задний мост. 43%, коробка передач R4, 43%. А детали и обмен машин на 43%. То есть менять и ремонтировать только неисправные детали 43%. То есть все 43% детали я могу менять. То есть это как раз-таки и входит в ту задачу, в чем я как бы сомневался, можно ли детали чинить все подряд и заплатить ли мне за них. То есть мне заплатят за детали, которые будут заменены, которые с 43% поломкой. То есть если я их заменю, то мне за них только будет заплачено. Все остальное за мой счет. То есть мне это подсказали. Огромнейшее вам спасибо, что участвуете в развитии, так сказать, моей мастерской. Но вот то, что машина плохо управляется и часть не найдена, это уже будем визуально искать. И потеря мощности, это тоже печально. Придется, похоже, в любом случае разбирать двигатель. Это неизбежно, к сожалению. Так, смотрите. Ух ты. Я как раз-таки и говорил, что новые машинки появляются. И вот у нас уже Майан М6 есть. Давайте посмотрим. Ух ты, вот симпатичненько. Ну, Ауди, да, да. Ну, вот вам, собственно говоря, прям Ауди. Отлично. И выглядит симпатичненько. И сделано все отлично. Движок такой весь. Ну, нормальный движок. А что у нас вообще здесь нужно сделать в этой машине? Двигатель... А, двигателю не хватает мощности. То есть с двигателем что-то надо будет делать. Поменять фильтр в машине топольные, масляные и воздушные. Заменить детали газораспределения. Водяной насос, натяжительный ремень. Ну, ладно. Понятно, шум при ускорении. Ну, ладно. Раз мы занялись вот этим вот хламом, то им займемся. Ауди оставим напоследок. И я как раз таки серии будут так выходить. То есть по тысяче опыта, когда я буду получать, буду новую машинку и новую деталь, так сказать, нашего опыта осматривать. И сегодня я купил себе планшет на букву Т. Теперь я могу вот так вот открывать в любом месте магазина планшет и использовать магазин, что, думаю, очень классно. Потому что этого не хватало. И на самом деле здесь с чего начнем? Наверное, с того, что в чёртой материи начнем разбирать двигатели. Потому что это неизбежно придется делать. Так как, во-первых, нам нужно найти часть, из-за которой падает мощность. То есть, где вот машина плохо управляется, понятно, потеря мощности. То есть, понятно, что это где-то в двигателе. Но сначала мы давайте проверим на компрессором все детали блока машины. То есть, все металлические детали компрессором. Единственное, что я могу, у меня прибор есть. То есть, проверим. И вот 44 поршни с шатуном. Они нормальные. Как бы 43 процентов нет. То есть, смысла я даже с ними возиться не буду. То есть, здесь у нас вот как бы нормально. Но вот здесь вот может быть еще что-то менее. 48 процентов у детали. 47 процентов у детали. Давайте ремни посмотрим. 43. Вот можно заменить ремень, к примеру. 45. Ну, все, что я смогу осмотреть. Я, конечно, осмотрю. Но, к сожалению, как раз-таки усилитель тормозов. Вакуумный усилитель тормозов. Не то. Это топливный фильтр. 48 процентов. И вынув из машины. Можно рассмотреть, вынув из машины. Дроссель посмотрим. 52 процента. Давайте вынем из машины вакуумный... Вакуумный... Фу-ты. Не то уже читаю. Впускной коллектор вытащим. Но сначала нужно вот эта топливная лампа. Сканером ОВД проверяется. Но у меня, к сожалению, вот его нету. Поэтому я и не смогу сказать, это ли деталь или не эта. Что, думаю, надеюсь точнее, что мне не будут такие вот как раз-таки задания. Давайте вот этот ремень. Мы все-таки поменяем 43 процентов. Все равно, скорее всего, мне придется разбирать здесь все, чтобы залезть во внутрь двигателя. Посмотреть, что там. Так. И давайте вот эту часть тоже снимем. Может быть, конечно... Ну, вот видите, даже свечи только сканером ОВД можно проверить. Модуль зажигания тоже только сканером ОВД. Я надеюсь, эти части... Как раз-таки не в них проблема, потому что иначе я не смогу определить, в чем же поломка. То есть, вот в чем заключается потеря мощности. Давайте разберем здесь с ними верхнюю часть. Посмотрим, что под ними, что там с клапанами. То есть, разберем полностью двигатель. В любом случае, это нужно делать. Сейчас посмотрим еще. Кстати, может быть, я тороплюсь. Может быть, вот, кстати, давайте сначала снимем вот эту крышку. Может быть, как раз-таки ремень АГМ, что ли. Может быть, в нем проблема. Так, он норм... Ну, 44% терпимо. То есть, как минимум, из-за него не может быть проблем. Так, вот давайте это все снимаем. Это... Так, посмотрим шестеренку. 50% все нормально. То есть, давайте здесь все снимаем. Так, что у нас еще? Генератор я его проверить не могу, к сожалению. Так что ладно. К сожалению, вот именно таким вот образом придется все снимать и проверять. Потому что иначе я не нашел способа, как найти проблему, на самом деле. И часто вот бывает именно вот в этих-то машинах и проблема, что... То есть, понимаете, как бы находить вот эти части довольно-таки проблематично. И как раз-таки нужно их еще и... Так, ну-ка, фильтр проверим. 46% фильтр нормальный. Так, снимаем. И остается нам что-то мешает ему. Что-то мешает. Ага. Вот эта часть мешает. Так. Ну и все. Давайте вот, собственно, крышку снимаем. Состояние, видите, неизвестно вот. Так. И, блин, что-то у нас тут как-то... И блоки цилиндра-то, в принципе, они и нормальные, кстати. 45, 49, 48. Ну да, у меня же и не показало. Так, сцепление. Сцепление. Может ли потеря мощности из-за сцепления? Ну, вроде бы нет. Переключение передачи же, да, потеря мощности только происходит. Так, ну давайте, знаете, что тогда мы... Мы залезем, давайте, уже под днище тогда. То есть, уже под днище мотора. Еще там есть деталь, которую я смогу осмотреть. И если не в ней дело, то, честно говоря, придется, похоже, чинить все, что смогу починить. И отдавать машину в очень дурацком состоянии. Так, ну и здесь я смотрю, коленчатый вал 51%. И, знаете ли, собственно говоря, проблема. Потому что я не знаю, в чем проблема. Ну, сами понимаете, что потеря мощности не может быть из-за износа крышек подшипников коленчатого вала. То есть, вот здесь вот 43% у такой крышечки. И вот смысл ее менять, то есть, вообще не вижу. То есть, видите, и... Все, я не знаю, в чем проблема. Честно. Получается именно так. То есть, ладно, давайте трубу посмотрим. Ну, здесь вот его... Можно только сканером ОВД вот эту трубу посмотреть. Так. Ну, и вот туда, если перейти... Ну, вот еще вот. Ну, и то она 44%. То есть, это вот труба ухлопная. То есть, ее карданный вал 44%. Ну... Задний мост с пружиной подвески. Тоже нормально. Как вы думаете, может ли из-за сцепления потеря мощности быть... А! Топливная рампа МПИ. Я каким-то образом... Непонятно, каким, но нашел. Топливная рампа МПИ. Рампа. Вот. Как раз-таки... Смотрите. Я не могу деталь проверить визуально или какими-то предметами. Но когда я ее снимаю, то есть, она мне попалась. И вот, собственно говоря, я ее сразу понял, что она поломанная. То есть, круто. Отлично. Я очень рад. То есть, я думал сейчас, на самом деле, ну, опять... У меня уже было такое, что я не находил детали. И приходилось отдавать машину недочиненной до конца. То есть, я бонус не получал последний. Это было печально. Ну, по крайней мере, мне просто интересно было... Так. 43% и... Блин. Нарезной задний мост. Давайте-ка мы его... Давайте-ка мы его... Заменим. Потому что что-то как-то он мне совсем не нравится. Нарезной задний мост. А! Ну и в принципе... Что там еще у нас остается? У нас остается проблема... Где-то, где-то здесь. Вот. Машина плохо управляется. Часть не найдена. То есть, это где-то спереди. Ну, то есть, с рулевыми там рейками. Ну, здесь, блин... Здесь очень много придется заменять. То есть... Давайте все это, чертую мать, снимаем. Снимаем. Так. Все. Собственно говоря... Мы сняли вот этот вот... Вот он, нарезной. Так. Теперь давайте рессоры. Снимем, заменим в любом случае тут. Потому что нужно... Нужно еще вот это вот. А, нет. 47% Нормально. Терпимо. То есть, вот здесь вот... Рессору задний давайте посмотрим. И здесь немножечко давайте протестим... Тормоза. Вдруг тут у нас тоже какая-нибудь поломочка есть. Заменим. Немножечко денежку. Смеем, так сказать. Если вдруг появится деталька с износом 43%, я решил... Так. И что-то я пропустил, как будто вот сейчас я заметил, что я вот красное что-то пропустил. Такой конкретно красный потом. Нет, мне похоже показалось. И нижняя опора у нас... Сколько-сколько она? 45% и 51%. Так. Теперь, значит, с передней подвеской. Так, давайте, раз это колесо. Так, у нас здесь, значит, рессоры 49%. И давайте с тормозами. А вообще, что я тормоза? Смотрю, у них есть вообще... Можно плохо проверять, потеря мощности на кузовные детали. То есть, с тормозами-то, в принципе, и нет проблем. Но, как говорится... Вот, смотрите, состояние 43%. Можно снять, заменить. За это нам заплатят. То есть, мы ищем... О, отлично! Ступица переднего колеса. Тоже такая серьезная вещь. Давайте ее тоже заменим. 43%. Как же так? Такая поломка. Заменим ее обязательно. 43%. Это хорошо. Так, дальше. Так, 49%. Так, это, по-моему, тут вот уже ерунда. Все. И где-то здесь ходовой... Ну, не ходовой часть, а... Рулевая рейка, вынув из машины, можно проверить. Давайте ее снимем. Потому что, знаете, вполне может как раз-таки в ней быть проблема. То есть, у меня же там нужно идти какую-то деталь, с которой плохо управляемость. Так, здесь тормозами посмотрим здесь кто-то. Вот, я смотрю, более-менее тормоза так нормальные. Так, и у нас тоже здесь... Тоже самая проблема, что и на том колесе. Быстренько сейчас до нее доберемся. Так. Все, отлично. То есть, мы просто купим все детали 43% и их заменим. 49% отлично. Все хорошо. Здесь вот 21%. Заменим вот эту деталь, конечно же. Снимем ее. И вот здесь вот проверено уже было. 50%. Так. Здесь мы снимаем эту детальку, рулевую тягу. И давайте снимем так и посмотрим просто уже. Да. Все, я нашел деталь нужную. То есть, все детали я вроде бы нашел. Еще давайте посмотрим спереди. То есть, вот так вот пройдемся просто. Что-нибудь может критично красное такое есть. Нет. Вроде бы нет. Но так, машина, конечно, в плохом состоянии. Меньше 50% в общей сумме. И теперь просто такая, на самом деле, муторная проблема начинает топливная рампа. То есть, мы заходим в планшет и начинаем, собственно говоря, закупать все эти детали. Топливную рампу. Давайте сразу посмотрим, могу ли я что-то починить вдруг. Вдруг поедет. Так, вот я, смотрите, могу стремянка рессоры смогу починить, попробовать. И 57%. Смотрите, починил на 57%. Ну, эти крышки я не буду... А, хотя вот здесь крышка головки, блок и цилиндра можно починить. На 75% восстановил. Ой, 72% нормально. Здесь вот уже стремянку рессора одну не обязательно покупать. Видите, немножко сэкономил. Так. И здесь давайте продаем. Так. В общий список входим. Все детали. И с самого верха начинаем. 44, 47, 47, 43. Ремень. Кленовой ремень. Ну, вот. Вот этот поиск кленовой ремень. И он вроде бы вот этот, да? Давайте перепроверим. Вот этот поиск... А, нет, смотрите. Вот этот кленовой ремень R4 Son. Что-то. Вот этот поиск деталей в магазине тоже немножко напрягает. То есть, в принципе, вы же в любом случае найдете эту деталь. То есть... Так, 48, 48, 43. Нет, я даже крышку подшипника распределительного вала не буду менять. Даже пытаться ее не буду. Это глупо, по-моему. Так, 43. Так, масляной поддон можно заменить. Давайте. О, диск, смотрите, можно. Классический диск. Масляной поддон. Давайте заменим поддон. Кстати, его вроде бы я мог сам починить, да? Или поддон, что ли? Что-то... Чего не понравилось? А, да, поддон. Так, R4. Вот этот вроде бы, да? И сейчас, наверное, другой, да. И попробуем починить. А, нет, смотрите. Почему-то я его... Ну, ладно. Так, дальше. 43. Вот, нарезной задний мост. 43%. Планшет, конечно, удобная вещь, но все равно... Приходится... Нарезной задний мост. Приходится, то есть, искать вот эти детали, что довольно-таки проблематично, на мой взгляд. Так, состояние стремянкой рессора. Вот, смотрите, ее... Даже нету попытки пытаться восстановить, потому что она в таком вообще очень плохом состоянии. Так, купим одну. Сразу эту продадим. Колеса, диски я не буду уж покупать. И ступица переднего колеса. Ступица переднего колеса. Две штуки, по-моему, нужно было. Да, вот ступица переднего колеса. Две штуки. Давайте посмотрим. Так, не то. Ступица. Ступица. Ступица переднего колеса. Две штучки сразу покупаем. По 110 баксов. Довольно так не дешевая штука. Ну, вообще, я сейчас ремонт вгоняю просто в максимальную сумму, которую можно. Надеюсь, все вернется. Надеюсь, я все правильно понял. Так, стабилизатор. Так, стойка стабилизатора передней. Почему задней? Я пытаюсь прочитать. Тип А. Стабилизатора стойка. Стойка, стойка, стойка. Стойка стабилизатора переднего типа А. Так, подавая часть. Давайте вот так, наверное, даже легче будет. Сразу продаем. И здесь нам рулевая тяга и рулевая рейка осталась. То есть, в принципе, рулевая тяга и рулевая рейка. Вот где-то рулевая. Вот они прямо рядышком находятся. Отлично. Сразу продаем не нужно. И все. В принципе, осталось только собрать все. Давайте попробуем все это собрать. Потому что сборка, она тоже довольно-таки интересная. Давайте начнем с двигателя. Потому что это довольно-таки... Странно. А, я там не снимал даже ничего, да? Давайте закрутим. Кстати, возникали такие вопросы. Как где слить масло? Вот такой пробка слива масла. То есть, вот ищем поддон и ищем на поддоне вот такую гайку, которая сливается. Потом еще были вопросы, на которые, собственно говоря, я отвечу, да? Вы искали резиновые прокладки. Вот они. Здесь в новых версиях они называются сайлент-блоки. Вот, то есть вот на этой раме, ну вот на этой раме под, так сказать, двигателем, двигателе рамы или как-то так. То есть, вот они сайлент-блоки. Вот на той стороне тоже, вот он сайлент-блок. То есть, потом, ну, с этой же стороны сайлент-блок, то есть, понятно, да? И задняя часть тоже есть эти сайлент-блоки. Так что ищите, ищите и, в принципе, ставьте. Это не сложно. Ладно, давайте продолжим сборочку Сдадим сегодня машину Потому что я хорошо поработал, по-моему И стоит за сегодня, так сказать Выполнить работу И получить свои деньги И пойти домой, так сказать Женеть детям там Заработка Купить какие-нибудь вкусняшки С починенной машины То есть я сегодня Трачу целый день на одну машину Чтобы заработать Так, ладно Еще, еще тормозные Еще Крутим винты, что в принципе Быстро происходит, главное Так, я вот эту часть Тоже хотел вроде бы заменить Поэтому Давайте посмотрим, где она у нас тут Где у нас тут Так Крышка ступица, вот она Крышка ступицы колеса Крышка ступицы колеса И где-то вот здесь же должна быть она Вот она, крышка ступицы колеса Давайте заберем 10 баксов всего То есть Хоть машина будет хорошо ездить Как говорится, делаем качественно Так, здесь поставили Так, что у нас еще осталось? Вот с этой стороны Соберем как бы тормозную часть Единственное, что они еще Вот прикольно было бы Если бы масло еще нужно было бы заливать То есть по полной Хардкорности Ну, я так Считаю Было бы, конечно Но Не масло А тормозную жидкость Вот То есть я перепутал Так Вот здесь еще Да, деталь Я помню Нужно было Так Все остается Говорят мне, что остаются только колеса Но я колеса пока трогать не буду Я перейду к заднему мосту И соберу задний мост То есть все, что у меня здесь Можно собрать В принципе здесь немного Но все равно Детали есть Собирательство Ну, собирательство машины Сборка машины Конечно, это намного уже легче Потому что мы просто собираем И не ищем же Нужные нам Поломанные детали Так Что-то как-то неудобно То есть поэтому Сборка быстрее проходит Чем разборка Просто буквально Так Так Колеса я не буду ставить пока что Потому что Мне еще Аааа Нет, нет, нет Я сейчас тороплюсь На этом еще не закончено И довольно-таки много еще придется делать Ведь мне еще нужно Мне же нужно еще Поменять Ну-ка Давайте приподнимем И здесь Тут даже Мне же еще нужно поменять Корпус ее Эх, вот это я жалко, конечно Так Ну машина плохо управляется Это я и решил Потери мощности Топные рампы МПИ тоже Поставим И Смотрите Замена Задний бампер Капот Крышка Багажник Левая передняя фара Переднее левое колесо Кстати Как раз таки Правая передняя Передняя дверь Ну в принципе Кузовные работы То есть Вот Что там еще Задний бампер Капот Крышка багажника Левая передняя фара Левая То есть Вот 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 это вот А Нет Написано же Левая передняя фара Ну-ка Ну я второй Режим хочу Так Здесь собрать Посмотрим Ну-ка давайте Все хочу Все Где это у нас Лампа то Чуть Побольше Такая А вот да Как раз таки Чуть побольше Серия получится Ну думаю Ничего страшного Передняя дверь Так вот Легко Мы ее сняли Задний Так Крышка багажника Задний бампер 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 Где то Да Задний бампер Говорят у нас Поломанный И Вроде бы Все Как будто Да Что нибудь еще Ну-ка давайте А Капот Капот Ну-ка Капот Оп Знаете как Такой Подпрыгнул Немножко Такой И Все Снял Капот Так И быстренько Давайте Заменяем детали В принципе Это думаю Не сложно Будет Так Походу 40 40 43 47 Главное Не торопиться Кстати Колесо Как раз таки Классический диск Похоже Его нужно было бы Заменить Ну-ка давайте Мы его Купим Магазин колес Я давно уже Классический диск А Тут Пронумерован он 13 То есть Ни разу На самом деле Не заходил Вот Классический диск 13 Такой Прям Нулевый Такой Так Отлично Музыки Какой-нибудь Такой Крутой Не хватает Прям Так Теперь Переднее Левое Крыло 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 Магазинку Замусь Детали Крыло Крыло Блин Их наверное Там Знаете Сколько будет Сейчас На каждую Машину Нулево Смотрите Прям Уже Тут Какие-то Крутые Крылья Ой Тут Еще Под название Ой Как Тяжеловато Вот Так Вот Найти Это Крыло Нужное Мне И мне Салем Киран Какой-то Салем Киран Давайте Попробуем Прочитать Просто Салем Салем Киран Фламу 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 Киран И Переднее Левое Крыло Как раз Таки Вроде Мне его Переднее Левое Крыло Смотрите Я нашел Довольно Таки Тяжело Здесь Искать Уже Эти Детали Так Хорошо Это Мы Да Все Купил Салем Киран Левая Передняя Фара Левая Передняя Фара Отлично Салем Киран Левая Левая Дверь Мне же Нужна Левая Нет Правая Вот Правая Написано Было Правая Значит Это Салем Киран Вот Левая Задняя А Левая Передняя Правая Передняя Дверь Вот Она Что Правая Передняя Правая Передняя Отлично Теперь Салем Киран Крышка Багажника Так Задний Бампер Ой Это я не то Делаю Крышку Багажника Крышку Багажника Сейчас Саня Киран Крышка Багажника Так Вот Отлично Задний Бампер Так Отлично Вот Теперь Можно Теперь Можно Продавать И Остается Капот Капот Отлично Так И теперь Сборка Так Капот Ладно Капот У нас Поставим Когда Ну То есть А вот Уже Да Блин Вот Капот Так Так Дверь То есть Правая Правая Да Я не то Купил Блин Я купил Левая Надо было Правая Да Правая Передняя Да Все Правильно Был Ребятки Я тороплюсь И похоже Я уже не то Накупал Фламу Блин Вот она Блин Флама Эта Сбила Меня Зараза Ну ладно Деталь Останется Может быть Когда Нибудь Мне Попадется Машинка И Так Сказать Я Так Сборка И Остается Диск Моите Нулевый Прям Ну конечно Тремота Да Представляете Вы бы хотели Так вот То есть Ну Вы там Чините машину И покупаете Один диск А вот остальные У вас в таком вот состоянии Круто Да Вообще Просто отвратно Главное Ну забавно Да Что резина Резина Смотрите Она нулевая Прям Тока Тока Вот прям Даже еще резина Не высохла Со станка Вышла Забавно Это Так И давайте Теперь нам нужно Опустить Опустить И Давайте Знаете Что я вот так подумал Я сейчас Как-нибудь Вот так вот Вот так вот Сделаю скриншот Для новой серии Для этой Собственно говоря И давайте Такое Ну нелегкое Задание Это нам Сейчас Собрать Двигатель Попытаемся Это все Сделать Быстро Шустренько Так Я уже Вроде бы Тороплюсь Потому что Здесь Я не поставил Скорб А Все правильно Все правильно Вот здесь же Все Все Ребят Я сбился Я Что теперь Буду Вот здесь же Сейчас Вот эту деталь Ставим Да Вот здесь Самое противное Это вот их Закручивать То есть Камера Видите Отъезжает Приезжает Вот Такая вот Да В каждую Детальку Надо Больше Отъезд Этой Камеры Больше Напрягает Так Кстати Я проверю Потери Мощности Топленные Все понятно То есть Все Мне Исключительно Собрать Осталось Все остальное Я Сделал Получим Свои денежки И на этом Закончим Но Только тогда Когда получим Денежки Не раньше Сейчас Все Быстро Пойдет То есть Тут Исключительно Такая Прям Визуальная Даже Сборка Тут Даже Вроде бы Если я не ошибаюсь Больше никуда Не нужно было Не нужно будет Двигаться Так Здесь Вот побольше Винтов Прям дофигища Так Свечи Я вот смотрю Надо еще Воткнуть Обязательно Не забыть Так Да что ж такое Так 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 Вроде бы я починил Да Крышку Вот эту По-моему Да Я ее чинил Так И теперь Ставим Вот эту часть Ох ты Сколько тут Винтов Так 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 И И все Вот эту Детальку Новую Ну что ж Вроде бы Вроде бы Все Все на месте Вот Вот деталь Забыл Так Отлично Нет Так Еще Провода Поставили Смотрим Просто в инвентаре Все Смотрим Так Это у нас Это вот Продаем Это вот Продаем Это Продаем Это здесь Детали тормозных Суппортов Я Заменил По-моему Да До этого Машина была Так И остается Залить масло И это заливается Как раз Крышка Залена Отверстие масла То есть Мы сюда Вот в режиме Сборки Ой В режиме Разборки Кстати Заливаем масло Просто держим До предела Масло Тут видите Как у нас Нет предела Прольется Не прольется Ерунда Все Выходим Масло Залилось Все Проверяем На 4000 Представляете На 4000 Я заработал 4000 денег Это довольно таки Круто По-моему На мой взгляд Мы хорошую работу Проделали 4 баксов 4000 баксов Заработали Ну нет Я конечно Потратил там 2000 Я заработал Около 800 баксов Так Так получается Да Нет А Блин Я Честно Я не помню Надпись Там Сколько я потратил На материал Ну что ж Ладно Денег все равно В плюсе Я Кстати Могу приобрести Себе диагностический Стенд Что Возможно Я и сделаю То есть 15000 Как бы Диагностический Стенд Но я еще подумаю Так что Подписывайтесь На канал Ждите новую серию Ставьте этой серии Побольше Побольше Лайков Чтоб у меня был Стимул Снять Побыстрее И выпустить Быстрее серию Так что Не стесняйтесь Это всего лишь Один клик А мне очень приятно С вами был Миль Горд Всем всего хорошего Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok